А сейчас я предлагаю посмотреть все-таки на наш анонс и вернуться к теме коучинга семей и пар. Это тоже очень важная тема, специализация. Коучинг семей и пар дает возможность людям научиться слышать, договариваться друг с другом, быть в позиции принятия отношений друг к другу, к своему партнеру, расти, меняться в присутствии друг друга и при этом сохранять стабильную систему семейных отношений. Когда мы сейчас на самоизоляции, много времени проводим друг с другом, это очень актуальная тема. Если нету мира, лада в семье, то любой бизнес не ладится. И поэтому я приглашаю сейчас Светлану Слепухину, ICC, ICF, бизнес-тренера, и передаю ей слово Светлане. У вас 40 минут. Спасибо. 40 минут – это очень много. На самом деле мне сказали уложиться в 30. Я очень рада это время, этот вечер провести вместе с вами. Рада видеть своих наставников здесь, на этой площадке, Анну и Ольгу. Она отключилась. Отлично, да, спасибо. И хочу сегодня с вами обсудить такую тему, как коучинг семей и пар. Сейчас уже прозвучало определение коучинга семей и пар, которое размещено на сайте Международного Риксоновского университета. Вообще, на мой взгляд, коучинг – это, наверное, самый изящный способ любить людей. И тема эта очень важна. Коллеги, хочу сразу сказать, что это не основная моя специализация. Но, как вчера уже говорилось, есть вещи, которые нас сопровождают. И мы, ну, всю жизнь, да, иногда. Вот, коучинг семей и пар, он сопровождает меня уже лет 10. И это то, что я принимаю. Принимаю как возможность. Мой основной фокус все-таки, он направлен на работу с, на работу, да, по поддержке бизнесменов, по поддержке предпринимателей, по работе с руководителями. Вот это мой основной фокус. Поэтому, так как у меня все-таки есть 10-летний опыт работы с семьями, с парами, как раз в формате коучинга, я хотела бы сегодня с вами делиться своим опытом. Он не претендует на истину. Это лишь то, чем я хочу поделиться. Так, две секундочки. Немножко о себе. По своему основному образованию я программист. И для меня это, ну, сейчас все в моей жизни связано с коучингом. И коучинг интегрировал все. Поэтому для меня это про системность. По второму образованию я финансист. И для меня это про изобилие и про эффективное использование ресурсов. По третьему образованию я психолог. И для меня это семейный консультант. И для меня это про человеколюбие. И по четвертому образованию я коуч. И для меня это про баланс, про достижение. Ну, и про достижение желаемого. Поэтому вот это все, наверное, оно включается в тот подход, который я имею в коучинге семей и пар. Ну, здесь написано то, чем я занимаюсь. Своё образование такое базовое в коучинге, как коуч семей и пар, я получила в Международном Эриксоновском университете, пройдя курс, авторский курс Мэрилин Аткинсон. Что мы успеем с вами посмотреть? Итак, запросы, с которыми работает коуч семей и пар. Мы посмотрим на основные фокусы при работе с парой и рассмотрим кейсы на демонстрацию ценностей, так скажем, работы с взаимоотношениями. И если останется время, я надеюсь, что останется, мы увидим с вами упражнение, которое можно использовать для того, чтобы работать в отношениях со своими любимыми людьми. Итак, когда обращаются к семейному коучу? Вот здесь я прямо, знаете, из своего опыта отразила три момента, которые как есть по количеству запросов. Первое, когда люди переживают кризис во взаимоотношениях. Так устроены люди, что когда что-то начинает ломаться, они начинают искать поддержки. И это здорово. Когда что-то ломается людям без разницы, к кому они зачастую обращаются. К семейному коучу или психотерапевту, то есть они не видят разницы, они просто приходят с тем, что у них есть какое-то яблоко раздора, есть какая-то проблема, ее нужно порешать. Второе, по количеству запросов, которые есть, это запросы от людей, которые готовятся к тому, чтобы заключить брак или переживают медовый месяц. Ну и третье, по количеству, по увеличению, да их меньше всего, это запросы, которые идут от людей, желающих большего взаимоотношения. К сожалению, сейчас этих вопросов не очень много, но мир меняется, мы меняемся, и вот эти вот запросы, они как раз, знаете, такие коучинговые, наверное, их будет больше. Как звучат запросы? Вернуть привязанность, любовь и единство, вернуть взаимопонимание, научиться общаться и договариваться, разрешить имеющиеся конфликты, понять, для чего большего мы вместе, понять, стоит ли сохранять брак. Таких запросов очень много. Подвести итоги и спланировать год. Таких запросов немного, немногие пары, в общем-то, нуждаются или обращаются к семейному коучу для того, чтобы вместе посмотреть на то, как бы они хотели прожить год или подвести какие-то итоги. Укрепить отношения, такие запросы есть. Ну и в последнее время достаточно запросов для того, чтобы пройти серию сессий, чтобы лучше узнать друг друга, ну или избежать многих проблем в будущем. И если мы посмотрим с вами на формулировку запросов, вернуть, вернуть, разрешить, понять, укрепить, то резонно возникает вопрос. А все ли запросы можно разрешить в коучинге? И здесь мы с вами должны тоже понимать, что запросы или разногласия, они звучат с разных уровней. Есть уровни, запросы на которых вполне разрешимы. Это уровень правил, уровень определения ролей в семье, уровень навыков. Здесь на экране выведено, как они примерно звучат, я даже не буду это перечислять. Но есть запросы, которые звучат с уровня ценностей и с уровня самоидентификации. Типа, ты не мужчина, ты полная, ты бездарность или с уровня ценностей, ну твой футбол, да, это ерунда, в общем нужно ходить в театр и так далее. Вот если пара не согласится принять друг друга такими, как есть, на уровне идентификации, с теми ценностями, которые есть у партнера, то сохранить отношения достаточно сложно. Но вот чудо коучинга, вот сила коучинга как раз в том, что он позволяет работать с парой на уровне ценностей и на уровне самоидентификации. Основные фокусы при работе. Что нам нужно учитывать? Ну, наверное, это фокусы работы не только семейного коуча, но и в принципе коуча в индивидуальной работе. Это искренний интерес. Искренний интерес к паре, к тому, как они познакомились, к тому, что их когда-то притянуло друг к другу, к тому, что их объединяет сейчас. Семейный коуч, он работает сразу, как минимум, с тремя запросами, то есть вот он держит в фокусе три запроса. Первый запрос и интерес – это он и его запрос. Второй – это она и ее запрос на сессию и вообще на серию сессий, которые заказывает пара. И третий запрос – это запрос на их отношения, то есть коучинг самих отношений между ними. Вот эти три момента коуч должен удерживать во внимании. Что еще важно для того, чтобы работать с парой? Конечно же, наша такая, знаете, это пятиступенная, я даже не знаю, как это, основательная позиция, да, коуч-позиция, что с парой все нормально. Что есть обоснование или есть причина, почему отношения сейчас между ними такие. И что они сложились вот наилучшим образом для этой пары в какой-то момент. Сейчас они их не устраивают, да, сейчас они как раз в процессе. И вера в то, что пара имеет все ресурсы, чтобы быть счастливой и чтобы разрешить свои проблемы – это просто то, что должно быть в сердце коуча, когда он работает с парой. Это позволит ему спокойно, а знаете, не выпадая из позиции, оставаться колоссальным ресурсом для них двоих. Так, что еще можно обозначить как фокус при работе? Когда пара приходит с запросом из серии кризиса во взаимоотношениях, коучу очень важно переводить внимание, вот знаете, с подвалов левостороннего восприятия хорошо точенных, так скажем, уже стратегий в отношении друг друга. В общем, на чем-то таком темном, таком вот негативном, может быть даже тяжелом, да, то есть переключать людей с этого восприятия, ну, включать неокортекс, так сказать. Фокус на том, почему партнеры вместе, что их когда-то объединило, что их когда-то притянуло к друг другу, ведь кругом, ну, миллионы людей, да, в наше время, учитывая онлайн-пространство, но именно они оказались вместе. То есть коуч, он удерживает фокус на ценностях и таким образом помогает паре из этих подвалов выбираться и смотреть на ситуацию по-другому, смотреть так, как это позволит им достичь их целей, которые они определяют для себя. Вот, ну, и еще очень важен фокус на создание и достижение соглашения. Вот этот фокус коуч тоже удерживает во внимании при работе с парой. Ведь на самом деле созидать и что-то творить намного интереснее, чем разбираться с проблемами. Конечно, нужен юмор. Такой, знаете, может быть, немножко, ну, легкий юмор, который коуч своим присутствием привносит в ситуацию, особенно если она напряженная. Позволяя паре оставаться в ресурсном состоянии. Какие навыки и опыт необходимы для работы? Конечно, так как мы работаем в формате коучинга, самое первое и самое важное, что необходимо, это навыки базового коучинга для индивидуальной работы. Для этого необходимо пройти одну из, ну, как бы, программу базового коучинга. Это обычно четырехмодульная программа, я сейчас говорю, для тех людей, которые впервые на международной неделе коучинга в одном из институтов партнеров. Обязательно, на мой взгляд, это, опять-таки, мой опыт, было бы очень важно и полезно пройти обучение на пятом модуле, для того, чтобы очень хорошо понимать компетенции коучинга. Компетенции – это наше все. Это безопасность для клиента, это четкий контракт понимания того, к чему мы идем, это изящество, знаете, такое вот ювелирность в работе, это обязательные результаты. Ну, просто невозможно, работая в компетенциях, ну, как бы, не создать условия для того, чтобы был результат у пары. Поэтому это вот второй, на мой взгляд, очень важный элемент обучения, пятый модуль. То есть тогда, когда мы не только теоретически познаем как коуча компетенции, наши профессиональные компетенции, но за время, пока ты обучаешься, ты частично встраиваешь их в себя, потому что каждая программа подразумевает огромное количество практики. Что еще приветствуется? Я вообще-то за системный подход, да, в работе с семьей. И понятно, что мое образование, оно помогает в этом. То есть, и вообще я про системность, да, вот. Что приветствуется, и почему я об этом вот так открыто говорю? Я обучалась у Мэрлина Аткинсон, она тоже за системный подход. И в одной из своих статей, и на ее лекциях я слышала такое, и поэтому могу об этом с вами даже в рамках ICF активно очень делиться, что опыт в отношениях, он приветствуется. Почему? Потому что чем более зрелый коуч, семейный коуч, тем больше он ресурс для пары, которая сидит перед ним. Какой опыт в отношениях? Это медиация. Если есть понимание, что такое эффективная коммуникация, как разрешаются конфликты, семейное консультирование, на чем оно стоит и так далее, навыки фасилитации, все это приветствуется. Не для того, чтобы внести экспертизу в нужный момент, вдруг сказать, как оно должно быть. Совсем не для этого. А чтобы не потеряться, наверное, в тот момент, когда пара, имея ограниченный вариативный ряд, хочет, но не представляет как по-другому. Чтобы было что разложить на вот эту вот тарелку, из которой пара соберет что-то свое, да, то есть вот это вот китайское меню. Чтобы можно было сказать, послушайте, если вам интересно, могу поделиться, как другие пары решают эти проблемы. Перечислить на самом деле то, как можно разрешать конфликт. Есть вот пять способов вот таких. Что откликается у вас? Или в соответствии с вашим запросом, какой из этих вариантов подходит вам? Чаще всего они берут что-то свое, они соединяют какие-то моменты. И, знаете, в рамках наших компетенций, компетенции коуча ICF, в рамках девятой компетенции, моделирование, да, проектирование действий, моделирование действий, они могут тут же в течение нескольких минут попробовать эту коммуникацию. Если запрос был с коммуникацией, одна пара мне сказала, о, это так приторно, нет, это вообще, это не подходит. И супруг сказал, действительно, я вообще, я прям ее не узнаю. И на вопрос тогда, как бы вы хотели, они привнесли свое, да, вот в то, что сначала им понравилось, они это изменили и приняли для себя. Ну, то есть, чем больше у нас опыта, чем больше вот такой внутренней проработки, если есть опыт семейной жизни, успешного, родительский опыт, то можно оставаться в позиции не судить, не, ну, не ужасаться от того, что иногда может произойти. И вроде иногда, знаете, такой запрос добрый, вот хотим вот этого. А начинаем работать, и там вылазит такое, ну, в общем, что требует внутренней зрелости, чтобы отнестись к этому спокойно, чтобы понимать, что и с этим пара тоже вполне может справиться. Вот. Если есть навыки командного коучинга, это замечательно. Поэтому я призываю вас обучаться, обучаться и обучаться на программах ICF, да, то есть вот, которые аккредитованы ICF в рамках наших с вами компетенций коучинговых. Потому что семья – это тоже команда. И очень часто приходится фасилитировать то, что себе семья представляет на сессии. Например, оформлять это в какие-то, да, ну, они это в основном делают сами, но, тем не менее, делать какие-то зарисовки, чтобы постоянно держать их, вот, знаете, вот в этой вот, в правостороннем, так скажем, восприятии ситуации, чтобы они не переключались вот в текущую ситуацию. Если это, конечно, запрос на какие-то, ну, вот, ну, на проблемные, да, моменты. Пойдем дальше. Чему обучается пара за время работы с коучином? Наверное, как и любой человек, работая с коучем, параллельно, знаете, это просто бонус от работы с коучами, что получают люди и что получают пары. Мыслить в формате возможностей. Это правда так. С третьей, четвертой сессии – это просто удивительно, как пара начинает формулировать запрос. То есть они приходят, они очень четко его уже формулируют. Иногда, подводя итоги, мне даже вопросы не приходится задавать, потому что они очень четко начинают отмечать, что они заметили друг в друге, что ново узнали друг о друге, что ново узнали о себе, какие выводы они делают. Ну, то есть это вот просто, знаете, мыслить в формате возможностей, преобразовать проблемы в цели. А что мы хотим вместо этого? Ну, есть такая проблема. А что хотим вместо этого? Это просто становится, знаете, вот как за норму восприятия жизни. Ведь коучинг – это очень мощный, ну, это философия, это очень мощный инструмент восприятия жизни. Такого, знаете, вот, ну, созидательного, что ли, восприятия. Ставить цели и простраивать пошаговый путь. А что мы можем для этого сделать? А что получится? Что не получится? Почему не получится? А кто сказал, что не получится? Они начинают разговаривать об этом, знаете, ну, в твоем присутствии ты просто сидишь и получаешь колоссальное удовольствие от того, как пара научается общаться друг с другом. Это как бонус ведет, да, то есть это не их основной запрос, может быть, но они обучаются слушать, слышать, принимать друг друга, определять и брать ответственность за ситуацию на себя. Совсем недавно была сессия, и во время сессии пара скатилась снова на свою привычную модель взаимоотношений, обвиняя друг друга. И тут же, знаете, то есть вот проходит как бы вот буквально минута, и один из них обращается к другому и говорит, и так, стоп, что сейчас происходит? Второй говорит, мы сейчас обвиняем друг друга. А мы о чем договорились? Давай попробуем по-другому. И они начинают без обвинений говорить о том, что они думают, что они чувствуют, что они хотят, да, как бы не обвиняя друг друга. И ты сидишь и смотришь на то, чему они научились. Вот просто за это время, ну, вот, небольшое количество сессий, которые прошло пред твоими глазами. Они научаются фокусироваться на главном. Вот это самое замечательное. Знаете, как сказал Августин Блаженный, в главном единство, во второстепенном свобода и во всем любовь. Вот это, наверное, тот бонус, который они получают, с каким бы запросом они не пришли. Как строится сессия? Это для тех людей, которые, может быть, впервые на неделе, да, международной неделе коучинга. Я хочу сказать, что это огромный подарок, который есть, потому что два года назад я точно так же попала на международную неделю коучинга. И будучи коучем с 2009 года, я была в другой ассоциации, получила другое образование базовое, тоже достаточно хорошее, но тем не менее. Когда я услышала то, что происходит здесь, на площадке, да, я просто поняла, что мне нужно сделать реальный апгрейд своего образования, то есть нужно обучаться дальше, потому что время изменилось, люди изменились, подходы в развитии людей изменились. А я как бы все пользуюсь тем, ну, в общем, чему обучилась 10 лет назад. И вы знаете, за эти два года я обучилась очень многому, потому что то, что предоставляет ICF как площадка для развития, это просто, ну, это просто очень много. Так вот, для тех, кто впервые, как строится структура сессии? Устанавливаются доверительные отношения, когда мы просто говорим о том, как создалась их семья, или как они познакомились, да, то есть вот такие вот моменты, почему они выбрали коучинг, какой запрос у них есть и так далее. То есть такая, в общем, достаточно добрая доверительная беседа, после которой следует заключение контракта. Контракт заключается на трех уровнях. Индивидуальность в каждом из них и индивидуальность в паре. Примерно это звучит так. Что вы хотите, что ожидаете от нашей работы, что можно, как можно этого достичь, что будет, когда вы этого достигнете. Ну, вопросы у вас на экране, я не буду их озвучивать. Дальше идет, конечно же, работа над запросом, то есть создание совместного опыта. Чем я пользуюсь? Я пользуюсь только компетенциями ICF, только сильными вопросами, только слышанием, слушанием, только проектированием действий, только прямой коммуникацией, только созданием осознанности у людей. То есть вот все то, что входит в компетенции, этого предостаточно, чтобы люди имели колоссальный результат, изменяющий их жизнь, если они пришли за изменениями, либо наполняющий тем, зачем они пришли. Дальше. Следующий блок, да, следующий, последний в сессии – это подведение итогов. Он очень важный. Ценности сессии для пары. Что каждый из вас готов сделать, чтобы прийти к желаемому результату? Насколько это реально? Что ценного берете для себя? Чему научились? Что нового узнали о себе, друг о друге, о своей ситуации? Это все настолько интересно для них. На чем сфокусируете ваше внимание до следующей сессии? И вот здесь можно написать книгу о том, какие домашние задания рождаются у клиентов в отношении самих себя. Предваряю вопрос, даю ли домашние задания? Нет, я не даю домашних заданий. Домашние задания рождаются у клиентов самостоятельно. Ну и в общем-то это их ответственность, и это их творческий подход к работе над их отношениями. Это их вклад в их отношения. Сейчас я бы хотела очень быстро продемонстрировать кейсы, на мой взгляд, которые как раз показывают ценность коучинга отношений в паре. Я возьму три кейса, которые были с начала этого года, потому что сейчас скажу об объемах, которые есть на запрос. У меня сейчас находятся две пары, которые в добрачном коучинге, и две пары, которые в сложных отношениях, коучинг в сложных отношениях. Так как это не мой основной фокус, и это не моя основная специализация, у меня небольшой объем работы вот в этом направлении. Но тем не менее, добрачный коучинг. Несколько месяцев назад ко мне на сессию по подготовке к браку записалась молодая пара. Записались они задолго до, и вот настал тот день, когда они появились на пороге офиса. Ну, и с первой секунды я ощутила вообще, знаете, такое колоссальное напряжение между молодыми людьми. Встреча началась с того, что девушка сказала о том, что они расстаются, продружив четыре года, и как бы находясь в помолвке два месяца. Мужчина, он просто сидел молча, потупив взгляд. Я поинтересовалась, как они пришли к такому решению, на что девушка сказала, что больше не может мучить парня, пытаясь его переделать, но и мириться с тем, какой он, она тоже не может. А мужчина, вот просто потупив взгляд, при всем желании, так и сказал, что при всем желании я не могу измениться, и не могу пообещать ей, что я изменюсь. Я попыталась прояснить вообще, о чем конкретно речь, но в ответ я слышала только об общении. Вот когда люди, знаете, находятся по тени, таких переживаний, они абсолютно не в ресурсном состоянии. И здесь задача коуча вернуть пару в ресурсное состояние. Я как раз попросила их рассказать о том, как они познакомились, что когда-то объединило их, что такого удивительного они заметили в них. По мере того, как они вспоминали и рассказывали, вот этот вот лед, он тронулся, да, они словно из этих подвалов, львов, полушарий, перебрались. Я еще не подобрала, какое слово, вот уже второй раз приходит эта метафора. В общем, короче говоря, вправо, да, то есть, в общем, свет засиял, что называется, выбрались на свет, вот. Что произошло в результате сессии? Этот кейс, он подробно описан, и он есть на сайте Риксоновского международного университета, там в подборочках можно посмотреть, если интересно, каким образом удалось, да, их перевести на вот, на конструктивный запрос. Вот, ну, когда они оказались на свету, это вот моя метафора такая, да, и когда я спросила о том, какой же их основной запрос, то запрос звучал так, мы хотим, да, вот общий вообще, мы хотим прожить долго и счастливо вместе. И это был уже запрос на счастливые отношения. Что дальше произошло в результате сессии? Не буду говорить, да, как бы, вот по всей структуре, потому что времени очень мало, но, значит, они прояснили причины конфликтов и проблем в отношениях. Я говорю прям выводы, которые были сделаны на сессии, да, то есть вот за ними записала. Осознали, чего в действительности они хотят для себя и ожидают друг от друга. Они нашли ресурсы для сохранения и развития отношений. Они научились, как девушка сказала, я научилась упрощать сложно. Это ее слова. Я не знаю, насколько научилась у меня, нет права сомневаться. Научилась, значит, научилась. Упрощать сложно и смотреть на ситуацию глазами партнера. И самое главное, да, то есть вот на чем они сделали акцент, это то, что они ушли от намерения разрушить и пришли к намерению созидать. Знаете, лица их светились. А я рядом сидела и просто, ну, такую вот радость и покой переживала, вот просто от того, что теперь они осознают, чего конкретно хотят от себя, от партнера, от того, что есть, да, все необходимые ресурсы, чтобы быть счастливыми и построить те отношения, о которых мечтают. Вот. Ну и от того, что они хотят быть просто вместе. Вот знаете, как будто участвовала при раскрытии крыльев. Летать или нет, это их уже, да, дело. Но ты при этом находишься и в этом ценность, твоего вложения вообще в людей, да, в их отношениях, во что-то созидающее на этой земле. Коучинг сложных отношений. Вот здесь вот более короткий кейс, да, пара, которая была в браке 15 лет, и их запрос начался с того, что, ну, эту пару мы сопровождали вместе с мужем, он тоже коуч, и у него базовое образование психолог, он вообще для этого вот и был создан, да, то есть если я искала всегда себя и все комбинировала, интегрировала, то он вот-вот просто, это была его мечта с самого детства. Так вот, мы сопровождаем сложные пары вдвоем всегда. И запрос звучал примерно так. И развестись не можем. Несколько раз, да, за совместную жизнь подавали заявление и в последний момент забирали. Но в последний момент отношения между нами настолько, как бы сказать, изменились, настолько мы не сдержаны, что уже детей пугаем. В общем, вот, и почему мы взяли их в коучинг? Когда они описали, какими они хотят иметь отношения, да, это был, ну, реально коучинговый запрос. То есть люди прекрасно понимают, чего они хотят. И как бы они согласны с точки, в которой находятся сейчас работать над своими отношениями. Но запрос звучал так. Но мы прийти к этому не можем. Мы все понимаем, а сделать ничего не можем, да. Что произошло в течение четырех сессий, которые у нас с ними было. Потом у меня было параллельно четыре сессии с женщиной. У мужа моего было параллельно четыре сессии с мужчиной, да, из этой пары. Некоторые мои старшие коллеги рекомендуют отдавать на сторонний коучинг, да, чтобы сохранить вот доверие между парой. То есть ты работаешь только с парой, а с людьми в паре работают другие коучи. Ну, на мой взгляд, вот, да, вот по моему опыту, ну, так как вы, я уже сразу сказала, что это моя неосновная специализация, у меня не было таких пар, с которыми бы сложились недоверительные отношения, и мне пришлось бы их кому-то еще передавать параллельно. То есть обычно мы сопровождаем вдвоем. Что произошло между супругами? Во-первых, они осознали стратегии взаимодействия, они поделились друг с другом тем, как они переживают любовь. То есть это было по-разному, оказывается, совершенно, да, то есть один вот так, другой эдак, и поэтому оба были нелюбимы в течение 15 лет, потому что переживают ее и проявляют ее по-разному. Вот, они определились с тем, чего хотят, научились договариваться, это было очень интересно, как люди, которые, как, знаете, как испанцы, так и жаркие, в общем-то, в какой-то момент останавливаются и начинают договариваться между собой, и они научились конструктивно делиться эмоциями. Вот это вот тот вот конструктивно делиться эмоциями, раз они такие жаркие, хорошо отработанными моделями, это был один из самых главных выводов, которые они для себя или пользы, которые они вынесли из коучинга. Вот, и на сегодняшний день эта пара вместе, они, конечно же, в процессе, то есть нельзя сказать, что прям вообще все вот, вот прям их как заменили, нет, но они трудятся, они сохранили свою семью, и они намерены ее сохранять дальше и трудиться над своими отношениями. Это о ценности коучинга. И я возьму еще одну минутку для того, чтобы сказать о коучинге отношений в паре с одним из супругов. Иногда говорят, ну какой же это коучинг, в общем, семьи и пары. Вы знаете, это просто здорово, хотя бы, когда один из супругов берет на себя ответственность за отношения, которые есть, и готов вкладываться в то, чтобы привнести что-то в отношения, вместо того, чтобы бесконечно брать и как бы расстраиваться от того, что не устраивает его, та жизнь, в которой он живет. Поэтому я всегда поддерживаю таких людей, если они обращаются запросами, я с удовольствием работаю с ними. И сейчас я просто буквально, да, очень кратко зачитаю то, что пришло спустя два месяца. Спустя два месяца после сессии с девушкой. Это была всего одна сессия, даже не долгосрочный контракт. Она обратилась ко мне, когда непонимание с мужем достигло пика, и она видела выход только в разводе. Она шла на сессию только за ответом на вопрос, насколько глобальны будут последствия от развода для детей, и как облегчить их переживания по этому поводу. Я что хочу сказать, коллеги, запросы звучат так, как будто они консалтерские, но это не так. Когда люди идут к коучу, запрос, он может так звучать, но мы с вами прекрасно понимаем, что ответ на них они будут искать из себя, изнутри. Поэтому он звучит, как будто бы человек идет за советом, но на самом деле этот совет человек получает внутри, от себя самого. И так она пришла для того, чтобы разобраться, каковы будут последствия, и уже решиться на этот шаг. После часовой сессии она поняла, чего все-таки она хочет от своей жизни и как дальше выстраивать отношения с мужем. Читаю ее слова. Взаимоотношения с мужем поменялись очень резко и быстро. Не ожидала, что эффект будет таким скорым, но моя жизнь облегчилась в процентах на 70. Я наконец-то начала жить без постоянного чувства вины за то, что делаю то, что может не понравиться мужу. И если бы вы видели, как он стал ухаживать за мной, он не ухаживал за мной так даже до нашей свадьбы. Машина очищена от снега, дети забраны из садика, продукты куплены в магазине. У меня достаточно времени, чтобы развивать свой маленький кондитерский бизнес. Я просто в восторге. Вот это о ценности коучинга всегочасовая беседа. Это не волшебство, это готовность людей работать над своими отношениями, работать, брать ответственность за свою жизнь, на себя, не перекладывая ее на кого-то. Я, конечно же, для тех, кто впервые призываю вас обучаться на программу. Да, я уже заканчиваю. Я хотела бы просто, есть еще у нас 5 минуточек на вопросы, есть несколько вопросов в чате. Вот вы сказали, что вы с мужем работаете в паре, и муж психолог. Вот есть вопрос, как проводить границу между работой психолога с парами и работой коуча с парами? Как вы это делаете? Фокус. Фокус либо на прошлом, либо фокус на том, к чему мы идем и ради чего мы идем. Конечно, мы уже сегодня говорили, что запрос иногда, он реально не решается только коучингом. Есть вещи, которые нужно закрыть. Но тогда мы это выгружаем за рамки коучинговой сессии. И работаем с каким-то запросом. Ну, например, у меня был такой запрос. Девушка пришла тоже, она хочет потрясающих отношений. Она все прорисовала, все прописала, все объяснила, зачем я это, как она себя там видит и так далее. Но когда она начинает простраивать, она спотыкается и начинает рыдать. Оказывается, у нее есть огромная обида на своего супруга в течение семи лет. И мне понадобилось закончить эту сессию и в другой раз с ней проработать всего 20 минут для того, чтобы закрыть это переживание. Она поняла, что переживается ее муж и так далее, и так далее. И после этого мы с ней смогли, она простила его, мы с ней смогли вернуться к коучингому формату и дальше поработать. Но если у нас нет такой, как бы сказать, квалификации, как у психолога по работе, с какими-то переживаниями людей и так далее, то мы передаем... Другими словами вы совмещаете из роли психолога работаете, из роли коуча. Если это не глубинный, серьезный запрос, да, если я вижу и понимаю, что потребуется 15-20 минут для того, чтобы этот вопрос закрыть, я его выгружаю за рамки сессии и работаю с ним так. Да, благодарю. есть еще один вопрос. Скажите, вы отдельно работаете с каждым из супругов, еще вы говорили, с каждым из супругов работает с разными коучами. Это желание клиентов или ваши рекомендации? Это рекомендации моих старших коллег. Работы, ну, как бы, тех, на кого я равняюсь, тех, у кого я обучалась. Зачастую, вот, работа отдельно с супругами проходит с другими коучами. Вот. Для того, чтобы не привносить недоверия в работу со мной, как коучем отношений, да, как коучем в паре. Но, я же говорю, что это моя не основная специализация, у меня не так много сложных запросов, чтобы я когда-то столкнулась с такой ситуацией. Я вижу большое доверие, и так как нас двое с супругом, мы можем работать параллельно, да, то есть я работаю с женщиной в запросе, он работает с мужчиной, потому что, ну, вот эти вот сложные взаимоотношения, да, они требуют дополнительной проработки по отдельности с каждым супругом. И еще вопрос с YouTube-канала, где вы обучались семейному коучингу? Международный Риксоновский университет коучинга, авторская программа Мэрлин Аткинсон. Да, благодарю, спасибо, вопросы, успели ответить на все вопросы, спасибо за очень интересное такое вдохновляющее выступление, вот у нас есть комментарий очень вдохновляющий, структурно, с любовью, просто супер, спасибо большое.